I want to read Вы слушаете Радио Болтком Утро на Болткоме Сходиться до конца Наслаждаемся действительно до конца Вот всеми композициями, которые звучат на Радио Болтком Утро на Болткоме, Александр Шунин, Олег Пек в студии Доброе утро Нам помогает Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом И еще у нас на прямой связи гости Которые нам расскажут о том Как Латвия и Великобритания сотрудничают И могут чему-то друг другу научить В сфере экологии А с нами именно Йоренс Добкевич Руководитель общественной организации Нью-Ист То есть Новый Восток И Михаил Козлов Специалист по коммуникации с русскоговорящей аудиторией Посольства Великобритании Доброе утро, господа Доброе утро Доброе утро Звук-то так себе Но ничего Погромче говорить вас Погромче, чтобы как можно понятнее донести основную мысль Я пока сделаю вводную такую часть В ноябре этого года То есть еще достаточно долго ждать этого мероприятия В Великобритании состоится 26-я конференция ООН по изменению климата СЕОП-26 В преддверии которой уже буквально на днях А точнее, когда? Завтра Завтра На днях Завтра Посольство Великобритании в Латвии Организует первую, так сказать, зеленую онлайн-встречу На пути к этому СЕОП-26 И программа этой зеленой встречи Будет поделена на три сессии Это зеленое мышление Зеленый разговор И зеленые действия Соответственно, вдохновляющие лекции О внедрении какого-то устойчивого Вот этого зеленого мышления в личную жизнь И предпринимательскую деятельность Это моделирование сценариев изменения климата И оценки последствий Действий или без действия правительства и общества А также вот эта третья часть Зеленые действия Да, Рейзали на латвийском языке Задумана как викторина Латвийского фонда природы По изменению климата и долгосрочности Господа, первый вопрос Так как же меняется климат И почему так важно именно Великобритании Именно Латвию в этом пути ввести буквально за руку Так, очень плохо слышно Михаил, со звуком просто беда, честно Вот Если можно поближе к микрофону Да Ну немного лучше Ну что-то совсем мы не слышим, к сожалению Михаил, к сожалению Ужасно просто Давайте тогда первое слово дадим Йорану Давайте, да Да, с вами разберемся пока со звуком Что там Йоран, помогите нам Да, как меняется климат В какую сторону, казалось бы, предпринимаются шаги на разных уровнях От личного сортировка мусора до правительственного То есть принятие каких-то соответствующих профильных решений Но мы все равно падаем в какую-то экологическую яму по-прежнему В первую очередь, вы меня хорошо ли слышите? Да, слышим Ну, скажем так, лучше, чем Михаила Лучше, чем Михаила Ну, Михаил, надеюсь, присоединится сейчас в ближайшую минуту Безусловно, что я хотел бы сказать как участник этой конференции Этого мероприятия завтрашнего В связи с тем, что это, безусловно, актуальная повестка Несомненно важная для нас и нашего поколения и человечества В поиске решений, в поиске принятия этих вызовов В поисках практических решений Чтобы все-таки это изменение климата меньше влияло на нашу жизнь На нашу жизнь в будущем Чтобы оно помогло нам сделать более устойчивую экономику Независимо от природных катаклизмов и изменений Чтобы оно позволяло нам улучшать наше состояние и качество жизни В ближайшие десятилетия В принципе, это такой способ, как практически нам думать долгосрочно Каждый день и быть социально ответственным на долгосрочную перспективу Это лично мое мнение И я очень надеюсь, что такая вот программа Зеленый путь КОП-26, которая пройдет завтра Это очень важный этап для Латвии Несомненно, имея более важные глобальные проблемы И более, может быть, актуальные проблемы в Латвии Не забывать думать и об этой повестке И искать какие-то устойчивые привычки в обществе И насытить эту актуальную повестку практическими решениями Но вы знаете, ведь всегда возникает вопрос Цена вопроса Потому что когда говорят о том, что да, нужно помогать природе Как будто бы все за Но как только говорят А вы знаете, тогда нам придется отказаться от вредных видов топлива Это нужно будет покупать электромобили, которые будут стоить дороже А об этом, кстати, мы поговорим буквально через 25 минут Потому что определенные изменения уже внесены И нас потихонечку толкают к этому электровыбору Но вот когда люди должны кошельком как будто бы вот это поддержать Вот тогда начинаются даже и на уровне стран Я понимаю, что не все страны готовы отказаться от каких-то Ну уже привычных видов энергии И переходить на более там экологичные Все это требует затрат И вот откуда деньги взять И кто должен платить вот за эти изменения Я скажу так Сейчас, наверное, меня чуть лучше будет слышать Гораздо, спасибо Значит, правильно Деньги на все это можно найти И почему мы делаем это мероприятие уже завтра Так как посольство Великобритании заботится об окружающей среде И хочет доносить опыт передовых стран в этой заботе И до Латвии В ноябре этого года пройдет конференция ООН об изменении климата И мы маленькими шагами пытаемся рассказать Почему важно меняться, меняться самим И странам внедрять вот это вот зеленое мышление У многих стран есть разные зеленые инициативы Я уверен, что и Латвия может подобные инициативы включать в свою повестку К примеру, на нашей конференции будет участвовать Джеймс Эриксон Это представитель Министерства экономики Великобритании И он расскажет о законе о климате Который был внедрен в Великобритании В Латвии тоже есть о чем задумываться нашим законодателям И как поспособствовать изменению климата Введением различных инициатив, ну к примеру, того же самого закона Также очень интересный гость То есть если можно, вкратце расскажу, что Лоррейн Уитмаш будет Это экопсихолог, который изучает поведенческое отношение к среде То есть как человеку объяснить, что лучше пользоваться зеленым транспортом Как понять и донести эту мысль лучше всего до населения То есть есть разные инициативы, как сделать зеленое мышление повсеместным И вот в частности мы будем и об этих инициативах говорить Так как можно сказать, что Латвия, она уже очень, ну одна из таких передовых стран в эко-мышлении У нас на конференции будут участвовать также представители, например, такого магазина Бурка Безупаковочного магазина, да, то есть у нас есть инициативы, которыми можно делиться Но в то же время есть чему поучиться и у зарубежных гостей, которые будут участвовать на нашей конференции Это безусловно так, но, Михаил, вы только что упомянули безупаковочный магазин Бурка А как быть с нынешней ситуацией, я имею в виду, конечно же, пандемию Когда буквально каждый овощ или фрукт упакован в пластик То есть объем мусора вырос в разы за последний год Согласен, что ковид, он внес свои корректировки Но наука тоже не стоит на месте, Александр Появляются новые инициативы и новые упаковки Которые, по крайней мере, сейчас они довольно-таки дорого обходятся экономике Но со временем и с все большей популярностью И эта упаковка станет намного дешевле К примеру, у нас завтра поучаствует всемирно известный фотограф Мэнди Баркер Который отправляется в экспедиции не только с британскими учеными И снимает загрязнение океана То есть, я думаю, если донести до общества глобальность проблемы То многие будут готовы именно копейкой голосовать за внедрение зеленых технологий Но вот вы упомянули то, что у Великобритании готова поделиться своим опытом Есть ли какой-то опыт у Латвии, которым она тоже могла бы поделиться Ну вот с Европой, с миром, и который мог бы быть полезен? Безоговорочно К примеру, мы можем вспомнить Мариса Симоновича Члена правления Экобалтии Он расскажет о калькуляторе СО2-выбросов Который создала его компания То есть, это тот опыт, которым Латвия может говорить на глобальной арене И учить, ну, близлежа наших соседей, к примеру Если не говорить уже о каких-то европейских партнерах Ну, насколько я понимаю, создание этого калькулятора выбросов СО2-2050 В общем-то, совместная разработка вместе с посольством Потому что об этом калькуляторе высказывался заместитель посла И руководитель работы посольства в сфере изменения климата Мы сейчас, наверное, говорим о разных калькуляторах Тот калькулятор, который был разработан Марисом Симоновичем и его командой Он считает, что выброс СО2 на данный момент И помогает их нейтрализовать Калькулятор 2050, который разрабатывается Повсеместно с правительством Великобритании Он будет включать в себя намного больший спектр Так сказать, разных механизмов Которые влияют на экологию И это еще, ну, такой долгий путь предстоит нам Чтобы его создать Спасибо, что поправили меня Да, действительно, это разные калькуляторы А скажите, вот эта зеленая встреча Онлайн-встреча, которая будет состояться завтра Будет ли она адресована только узкому кругу специалистов Или это будет открытое мероприятие Куда могут подключиться, например, и слушатели радиоболтком Заинтересовавшись, ну, чтобы получить информацию Встреча полностью открыта Она будет транслироваться на нашей фейсбук-странице British Embassy Riga Также на нашем YouTube-канале Мы с удовольствием делимся ссылками с партнерами Готовы отдать ссылку радиоболткому Чтобы вы разместили эту онлайн-встречу и у себя На портале Так что и очень ждем всех заинтересованных В нейтрализации эко-мышления Давайте вспомним, что с нами еще Юран Дабкевич Руководитель общественной организации New East Мой коллега Юран Олег спросил Как Латвия, какими позитивными примерами Может помочь в этой совместной борьбе за чистую среду И мне вспомнился, например, проект Цукмен Нечто подобное есть где-то в мире? Какой-то такой специальный Довольно прикольный персонаж Который на собственном примере Показывает, как не надо себя вести Я не знаю, насколько Цукмен Помог Латвии создать ПЭД-систему Насколько помог Латвийцам научиться сортировать мусор И насколько Объяснил Латвийцам, что Трамвай лучше машины Или велосипед Вы правы, об этом надо спросить Поэтому не могу сказать, что я очень доволен Цукманом На самом деле, я считаю, что у нас Лично мое мнение не катает социальной ответственности И далеко нам доплатить копейкой за электротеслу Нам бы научиться с мелочей Которые мы можем сделать сейчас Выбирать или выбирать тот или иной пакет Выбирать какой пакет Чем лучше пластиковый от бумажного Или наоборот Возможно вспомнить, как мы еще лет 10-15 назад Особенно в регионах ходили за сметаной Со своей стеклянной баночкой И никто, конечно, тогда не говорил Что это очень эко-популярно и эко-модно Но это было нормальным бытом И никто от этого не страдал И насколько легко, мне кажется, возможно К этому вернуться При этом еще и быть Как сейчас модно Во всемирном даже тренде Если пусть и так этот тренд То пусть он будет полезным и для человека И для всей планеты А вот скажите, пожалуйста Говоря об всем этом движении Zero Waste Я как-то участвовал в собрании активистов И знаете, на что я обратил внимание? На некий фанатизм подвижников Потому что демонстрировала Одна из участниц дискуссии Стеклянную баночку, упомянутую вами В которую поместились все отходы Которые она произвела за год И мне показалось это нечто тем Что раньше называлось лет 25 назад Перегибами на местах То есть мой вопрос в чем Действительно ли следует идти Путем вот этого фанатизма Либо делать акцент Да, нужно сортировать мусор Там те же самые бумагу Бумажные отходы В специальные какие-то контейнеры Потом на переработку С этим я полностью согласен Но не доводя до этого фанатизма Возможно сделать акцент все-таки На каких-то научных разработках Нового быстро разлагающегося пластика Или вскармливали не росте Обнаружений в конце концов Каких-то бактерий Которые сжирают весь этот пластик Знаете, что я скажу? Я тоже Я себя не могу отнести К эко-фанатику И абсолютно не считаю Что наша организация Занимается именно экологией И я как раз участвую В этой дискуссии В этой этой блоке Потому что Ну я, скажем так Мне кажется Предоставляю достаточно большую часть лапы Которая знает Что есть эта проблема Возможно иногда задумывается Что да, наверное Лучше там в бумажку завернуть В лафановый пакет Но не делает это Главной идеей Жизни, деятельности и работы То есть постоянно об этом Не думают и не задумаются Для меня тоже Возможно завтрашняя Наша викторина Будет по многим открытиям Как стоило бы Что выбирать И как себя вести условно Но я бы хотел Чтобы хотя бы Вот мы Как большинство Открытий Которые не являются Zero Waste Суперактивистами Да И не собирают В 05 баночку Все отходы заметить Чтобы мы тоже Просто задумались О что мы можем сделать По-другому Или как В своей округе Изменить эту страду И ситуацию Чтобы Ну чтобы было лучше Скажите Вот для того Чтобы сформировать Эти устойчивые привычки Все-таки Что лучше работает Кнут Или пряник Штрафами Или поощрениями Вот нужно действовать Для того Чтобы выработать их Социальной ответственностью Анонимной Социальной ответственностью Когда сам знает Почему он это делает Зачем он это делает И что это ему даст И поэтому Это такая проблема Которая не решится Ни одной Конференция ООН Это очень длительный процесс От стадика И школы Заканчивая Просто Уже осознанным Взрослым человеком Который понимает Что он делает И что он выбирает В Великобритании Довольно-таки Активно Развивается Наука Под названием Экопсихология И Именно Вот это вот Отделение Этой науки Оно помогает Понять От чего Зависит Некие Поведение Людей И Следовательно Ну Во многом Во многом Люди действуют Так или иначе Именно Из-за каких-то Центральных Инициатив Если государство Сделает первые шаги О внедрении Кнута Либо пряника То Это Безусловно Будет Позитивно Сказываться На экологии То есть Здесь зависит От тех инициатив Которые Ну Возьмет на себя Ответственно Возьмет на себя Государство То есть Ну Скажем Если Йоран В Даугавпилсе В том городе В котором ты живешь Появится Ну В каждом микрорайоне Сортировочные пункты То Жители Подключатся И будут Их использовать Если появится Активная реклама Что Ходите в магазин Со своей баночкой И Магазины будут Предоставлять Такую возможность То И жители Подключатся То есть Здесь Важно К процессу Подключить Государство И Так сказать Заинтересовать В этом Да У нас Есть Мы хотели бы Подключить Наших слушателей Вот очень долго Дозваниваются До нас Здравствуйте Пожалуйста Доброе утро Доброе утро Вы понимаете Сортировка Это очень хорошо Я например Живу на пятом этаже Лифта нету Сейчас в Риге У нас тут Везде заваривают Мусоропроводы Я поэтому И когда иду Куда-то Я с собой Захватываю мусор И что Я его буду Сортировать В 3-4 мешка Что И тащить С девятого этажа Потому что Я не буду бегать Каждый раз Выкидывать мусор По-моему Пятый только что Прозвучил А кого Уже Возвысились до девятого Нет Но здесь Вот кстати Да Это проблема Которая очень Тоже такая Актуальная Для Риги Насколько Вот этот метод Кнута Вот мы Заварим Мусоропровод И вот У вас не будет Возможности Выбросить весь мусор Хотя Многие люди Вот например Я Всегда сортирую мусор Я выбрасываю Мусоропровод Только то Что Ну вот Разлагается Стекло отдельно И раз в неделю Просто выношу Доношу До этих Разделительных Мусорников И мне в принципе Удобно Каждый день Я выбрасываю То что Ну гниет Просто что не должно Быть в квартире А остальной мусор То есть Для меня Это например Не проблема Вот Будет ли Метод Кнута Вот каким-то Я понимаю Что слушатели Возмущаются тем Что пытаются Методом Кнута Воздействовать На них Я хотел Добавить Что как раз Наша позиция В принципе Возможно Так думает Тоже большинство Отвитет И мы же Не заморачиваемся На тем Что это Майкофанатизм Вы же Себя не назовете Заровой Суперактивистом В своем подъезде Ну то есть В принципе Такими Небольшими действиями На самом деле По моему Опыту Жизни В той же Варшаве Где это Обязательно Где это Карается Законом Где это Проверяется Люди Очень быстро Привыкают Очень быстро Очень быстро Становится удобным Оказывается Да Крыжечки Можно собирать Отдельно Сдавать И делают Для деток Инвалидов Протезы Из пластиковых Веткрыжечек Да И так далее Все это Становится Очень Понятным Простым И легко Разъясняется Компаниями Социальной рекламой И так далее Пока возможно Михаила не слышал Хотел Пока Население Нет возможности Сдавать Те же ПЭТ-бутылки Они собираются Огромным количеством Человек И возятся В Заросай Потому что Там есть ПЭТ-система Заросай 20 километров И Такими Тоже Действиями В обход Государственных Интересов Ну Условно Государственной Актуальной Повестке Люди Решают Свои проблемы Вот так Вот Я думаю Где-нибудь На севере Витзема Есть Похожие История И По литовской Границе Обязательно Кстати Пользуясь Случаем Привет Доугов Пилс Скажите Йоран Вы упомянули Завтрашнюю Викторину Ну Невозможно Не поинтересоваться Каковы Будут Призы Викторина Все-таки Подразумевает Какое-то Награжденное Знание Знаете Я считаю Что знание Это очень Дорогая Награда Потому что Я уверен Для меня Завтрашняя И завтрашняя Программа Будет во многом Открытием Насколько сложными Будут вопросы Как готовиться К этой Викторине И где Шпаргалки Я смогу Открыть Только завтра В эфире Поэтому Для меня Очень много Сюрпризов Так же Как и для вас Нас продолжают Просто дозваниваться Слушатели Интрига Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Ваш вопрос Я по поводу Лондона Меня очень поразил Вывоз мусора В Лондоне Я вот В гостях У детей Бал В Лондоне Представляете себе Картина Приезжает машина И вот В кузове Где этот Весь мусор Где-то Человек Пять Шесть Я не знаю То ли китайцев То ли малазийцев Это самое Вот Быстренько Выбегает Вытрягивают Этот мусор Садятся туда же Куда они Выкинули Этот мусор Вот я Просто не понимаю Честно говоря Вот так И что И честно говоря Мы тоже Не до конца Понимаем Что происходит В чем сюжет Они внутри кузова Сортируют Этот мусор Да-да-да И всю И всю дорогу Всю дорогу Это наверное Не один дом Не один час Они Там находятся То есть Они постоянно Копошатся В этом кузове И распределяют Мусор Там по каким-то Емкостям Ну Человек уже Отключился Ну Видимо Так это происходит Ну Как-то следить Нужно А опять же Сегодня Ну честно Такой эфир Я помню В моем детстве Во дворе Стояло Два бака Один для Печевых отходов Второй Для нормального Бытового мусора То есть В принципе Сортировка Нам не так уж И сказать Что незнакома Ну да Ну я не знаю Насколько вот Латвия Наверное Не хватает Нам все-таки Этих контейнеров Для сортировки Мусора Чтобы они стояли Уже ну вот Буквально В каждом Дворе В каждом Не знаю Микрорайоне И кстати От кого Зависит Их появление В каждом дворе В каждом микрорайоне Это наш вопрос Если что Я думаю В основном Здесь Основа-то Заключается в том Насколько Государство Правильно Может расставить Акценты И поставить Задачи Перед Муниципалитетами А также Перед компаниями Которые там Работают Следовательно Я бы здесь Вопрос бы Этот адресовал Как именно Законодателям Насколько правильно Разработана Законодательная база Чтобы эти Контейнеры Появились Ну и следовательно Вот если мы Правильно Расставим Вот эти вот Акценты То В дальнейшем У нас появится И ответы И Я уверен Что И контейнеры Тоже должны Будут появляться Ну я хотел Добавить Что Помимо контейнеров Все равно Что они Образум Это Информативная Компания Социальная Компания По рекламе Объяснению Как это Работает Что куда И на опыте Вот нехватки Этой информации Пример Из моей жизни Мусор Редко Забирают И Я В компанию Которая Забирает Мусор Что можно сделать Можно ли Например Что-то Еще Дестартировать И оказывается Что да Помимо Двух раз в месяц Что они приезжают Они еще могут Три раза в месяц Приезжать Бесплатно Забирать Забирать Отдельную Бумагу Отдельную Кластик И так далее Да Но нигде Этого Не на сайте Информации Нет Вот пока Я сам Не позвонил И не разузнал Никто Не сказал Возможно Это не в интересах Этой компании Но Возможно Это в интересах Организации Общественных Организаций Муниципалитетов Каких-то Межмуниципальных Структур Ну да Потому что Мы слышим Постоянно Историю О том Что в других Странах Даже Скобочка Из чайного Пакетика Идет в отдельный Какой-то Контейнер А сам пакетик Уходит В другой То есть Там разделение Вплоть до Таких мелочей То есть То чего Конечно Про пробочки Рассказывают Тот же пример Польши И мы в Лапе Собираем эти пробочки От бутылок Обычных Минеральной воды Пока-колы И так далее И отправляем В Польшу Потому что Там принято так И потом Они отдельно Какие-то Пластиковые элементы Идут на Благодарительные проекты Я рассказывал Про пример С протезами Ну в общем Завтра Мы всех Приглашаем Заинтересованных И я думаю Что у нас Обязательно Появится ссылка На сайте MixNews Вот этого мероприятия Первой зеленой Онлайн встречи Мероприятие На всякий случай Напомню Называется На пути К COP26 А COP Это 26 конференция ООН по изменению климата Которая в ноябре состоится В Великобритании Завтра же При поддержке Посольства В Великобритании В Латвии На странице Посольства В Facebook И на канале YouTube С переводом На латышский Английский И русский Язык Будет транслироваться Это мероприятие Три сессии Зеленое мышление Зеленые разговоры Зеленые действия В ходе мероприятия У всех желающих Будет возможность Задать вопросы И получить ответы Мы благодарим Наших собеседников С нами были Йоран Дабкевич Руководитель Общественной организации New East И Михаил Козлов Специалист по коммуникации С русскоговорящей аудиторией Из посольства Великобритании Спасибо Еще раз Хорошего дня Спасибо Всего доброго Спасибо Спасибо